Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в литературной гостиной журнала Симбирск желанный гость. Это Любовь Константиновна Токарчук, член Российского союза профессиональных литераторов и член Городского общественного совета по культуре. Многим и многим из наших земляков Любовь Константиновна Токарчук известна еще и как мама прекрасной поэтессы Елены Токарчук, рано ушедшей из жизни. Но оставившей прекрасное литературное наследие. И сегодня в нашей программе Любовь Константиновна Токарчук расскажет о себе, представит свое творчество. И, конечно, вы услышите стихи Елены Токарчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня я расскажу вам о своем творческом пути, о том, какая жизнь подвигла меня на этот путь и через какие тернии он проходил. Начну со стихотворения моей дочери Елены Токарчук, стихотворения «Путь творца, знатоку лабиринта Дедалу». Проденьте в раковину нить, и будет царскую награда. Мы можем все переменить, пройдя круги небес и ада. Просверлено в ракушке дней отверстие, смазанное медом, и лабиринтщик муравей идет в свой путь неспешным ходом. Идет насквозь через спираль чудесной раковины мира. Его направил сам Дедал с отважной миссией кумира. «Свою дорогу береги, как предначертанность святую, для множеств долгие круги, а путь творца всегда впрямую». Путь творца начинается у каждого человека в свое время. У кого-то рано, у кого-то поздно, но всегда это время, когда придет, человек не может от него уклониться. Оно пришло, и он это сам понимает и сам чувствует. И, конечно, я не собиралась быть никогда литератором, хотя со школьной поры у меня всегда были пятерки по сочинению. Но меня воспитывали мама и бабушка, два титана строгих, которые держали меня в строгости и старались, чтобы я не капризничала, и чтобы им было полегче со мной управляться. И говорили, да, у тебя это не надо ничего, у тебя ничего не получится. И у меня возникали внутренние сомнения, такие противоречия, которые меня останавливали каждый раз. И когда у меня уже в 21 год появилась дочка Леночка, помня это, я всегда поддерживала ее, что бы она ни сделала, как бы она ни сказала, как бы она ни написала. Я всегда говорю, ой, как здорово, как хорошо, как ты хорошо это придумала. Но мне бы такое в голову никогда не пришло. И у меня, при том, что Леночка была моя первая дочка, я тогда еще была молодая мама, 21 год, когда она родилась. И однажды ей сказали, что на улице, ну, детки подразнили ее, что она рыжая. И тогда она приходит, мам, а почему меня рыжая дразнит? А я говорю, доченька, они просто не знают, что ты же золотая. У золота же много разных оттенков, они просто еще маленькие не знают. И тогда мне, чтобы ее поддержать, я говорю, Леночка, а знаешь, вот есть такое стихотворение, Где лен волос, там жди измен, черноволосый страстен, Заботой окружит шатен, а славой златовласой. Ты, дочень, к нам славу принесешь, и ты не переживай. Вот, и на самом деле Леночка росла. Я была обычным человеком, который ходил в школу, потом техникум, Потом, уже будучи семейной, поступила в институт на правоведение юридическое. И когда у меня вот дочка уже стала подрастать, То я так ее и всегда, она у нас готовилась к каждому утреннику, Учила стихи, старалась быть, ну, активной. Как-то мне говорит, мама, а ты придешь ко мне на утренник в садик, А я говорю, а ты выступаешь? Она, нет. И она, ну, зачем тогда я пойду? Тогда пойдут мамы других детишек. Надо же тогда выступать, если ты хочешь, чтобы мама приходила. И она после этого старалась, всегда участвовала во всех номерах. И Леночка первая привела или принесла в наш дом поэзию. Однажды она на задание учительницы написать сочинение, Написала стихотворение. И приходит, мама, я вот так написала. Я говорю, доченька, очень хорошо. Но все-таки сочинение надо написать. Если уж ты стихотворение написала, То учитель-то ведь не стихотворение тебе сдавал, А сочинение, давай и сочинение, уж тогда напиши тоже. И после этого как-то Леночка гуляла на улице, Подружки назвали ее поэтом, Она им там какие-то строчки прочла. Вот. И после этого она поверила в себя, Что она может быть поэтом. И вот так литература вошла в нашу семью Вот устами, мыслями маленькой Леночки. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое счастье быть в живой, Жить откровенней или секретней, Какое счастье знать, что твой, Едва знакомый собеседник, Твоим прогреется тепло, Когда душа его промокла, Что тот, кто мчится за стеклом, Он может проходить сквозь стекла. Какое счастье, что конца Не создают в дороге тенны, Что мы, подобие Творца, Мы вездесущие и бессмертные. Какое счастье, что светлые Зрачки надевны в небоходах, Что даже пепел ответлый, И он продлится в новых сходах, Что в том не вызов и не лезет, Когда спорцы вещают дружно, Что ты нужна, какая есть, А также есть, какая нужна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Леночке было 6 лет, Когда в нашей семье появился Младший сын Андрюша. Он был красавцем. Если Леночка у нас была Не особенной такой, Прям не яркой красоты, А Андрюша был с черными Длинными ресницами, смуглой. Леночка белая и рыженькая, А Андрюша весь такой. Мы его прям любили, Наряжали, восхищались. Но когда пришли к врачу На медосмотр, То врач заметила, Что ребенок нездоров. И в садике Воспитатель мне сказала, Что Леночка плохо выполняет Спортивные задания, Поэтому нужно с ней позаниматься отдельно. И когда вот еще и врачи Про Андрюшу сказали, Что у нас, у детей, у обоих Генетическое заболевание Мышечной дистрофии, А Леночка к этому периоду Уже все хуже и хуже ходила. И нам пришлось оставить Балетную студию, Оставить музыкальную школу, Потому что нам до нее ходить. Учительница приходила к нам домой, Потому что недалеко жила, Даже с музыкальной школы. Но оказалось, что Леночка не берет руками Октаву, у нее руки. Потом мне учительница говорит, Любовь Константиновна, Леночка не сможет заниматься, Она не держит октаву, Она не держит руки над клавиатурой. А Леночка плачет, У меня говорит, Мама, я буду слушаться, Я буду слушаться. И с тех пор я утонула вся в слезах, Потому что мне хотелось Своим детям сделать красивое будущее, А вместо этого получилась болезнь, И инвалидность, и оба дети стали в коляске. Но, как говорят, Не было бы счастья, Несчастье помогло. Когда Леночка, Уже сидя в коляске, Андрюша еще ходил, Стала больше, Ну, она, во-первых, Очень много рисовала, И я привела к ней домой Учитель по рисованию Из Дома пионеров. И когда, Для того, Чтобы Лена не чувствовала себя, Ну, что все ее рисунки плохие, Вот, для того, Чтобы она, Какое-то профессиональное, Какие-то, И потом я надеялась, Что профессионал подскажет ей, Как ей, Не имея возможности Держать руку над мольбертом, Как можно по-другому подойти, Как можно другой стиль, Выбрать. Вот, И вот через все эти трудности Мы шли, Но, Опять же, Вот, Это учитель, Которую я привела Из Дома пионеров, Она с нас не взяла никаких денег, И она стала Активно привлекать к Леночке И телевидение, И там разных художников, И, Ну, в общем, Общественность, И Леночку стали показывать По телевизору, То есть она получила Уверенность в себе, Если мне наоборот говорили, Что ты никуда и ничего, А Леночку все хвалили, Все восхищались, Все продвигали ее, Приглашали даже в Алма-Ату ее, Одну из всего Казахстана, И я так удивилась, Когда она, В отличие вот от мамы, Которая боится камеру, И боится там лишнее слово волнует сказать, Вот, она говорила, Как будто она всю жизнь работала на камеру, Легко, свободно, Не прячусь, Не стесняясь, Вот, вы знаете, Актриса, Актриса, Вот, я восхищалась Сама своей дочкой, Радовалась за нее, И я прочту ее стихотворение Вышивальщица Я сказку вышиваю за двоих Эпиграф Лилит Козловой Молодая вышивальщица, Вышивай свою судьбу, Не печаль твоя венчальщица Налагать на жизнь табу Ты такая же веселая, Как весенняя копель, За невидимые села я Шлю любви своей свирель, Вышивай же, Вышивальщица, За себя и за него, Как волхвийца вдохновлящица, Оживляя волшебство, Вышивай ты, солнце красное, Пой хвалу ему с утра, Как ты такая же прекрасная, Как невеста бога Ра, Ты такая же летящая, Как лучей его качель, Как молитва настоящая, Зеленеющая ель, Вышивай же, Вышивальщица, Самый тонкий свой узор, Вышиванка осветляльщица, Осветлит несветлый взор. И вот все Леночки говорили, Леночка, Вышивай, Вышивальщица, У тебя получится. И Леночка поверила в себя, И по окончании школы поступила в литературный институт. И здесь уже мое присутствие в ее жизни рядом с ее профессиональным обучением. Мне Леночка все работы готовила сама, Но я, по крайней мере, понимала, Чему обучают в литературном институте. И на лекции Леночка не ходила, Но институт давал возможность встретить ее. То есть за нами приезжали на вокзал в Москве, Московский литературный институт. Нас отвозили, Ну, дали место в общежитии. На семинары литературные ее давали студентов, И ее привозили туда, Чтобы она прошла семинары. И вот благодаря такому большому участию Литературного института Мы смогли окончить, Ну, Леночка смогла окончить Своё образование экстерном за 4 года. Но она, конечно, большая труженица. Она работала день и ночь. А я все это время была рядом, Смотрела на это, помогала, Литературу приносила, Подружки все наши приносили литературу. И в 95-м году Наша семья приняла решение, Мы переехали из Уральска, Западного Казахстана, В Ульяновск. И тоже Леночка переживала, Там ее в Уральске носили на руках, Там ее везде принимали, Там ее везде, Ну, говорили много добрых ей Обнадеживающих таких, Поддерживающих слов. А как будет в Ульяновске? И вот Леночка в первой книге стихов Написала такое стихотворение. Я верю в чудо, А чудо верит в меня, Рыдать не буду, Когда упаду с коня, Скакать не страшно, Ведь знаю, Моя возьмет, Я бесшабашна, Возможно, Со мною черт, Промчусь по жизни, И бубенцом звеня, Я верю в чудо, А чудо верит в меня. И вот прошло много лет, И я написала небольшую статью В сборнике стихи по кругу Городского клуба поэтов. Я постепенно вовлекалась В Леночкину литературную жизнь, И написала, Я прочту фрагмент Из сборника Стихи по кругу, Называется моя работа Остров поэзии. Клуб поэтов. С большой буквы он вошел в нашу жизнь. Ульяновский городской клуб поэтов, Действующий при центральной городской библиотеке Имени Гончарова с ноября 95-го года. Смели ли мы надеяться, Что судьба подарит нам его, Когда в феврале того же года Переехали на постоянное место жительства Из города Уральска Западно-Казахстанской области В Ульяновск. Моя дочь тогда училась на втором курсе В Московском литературном институте Имени Горького На отделении поэзии. И ей, конечно, Очень хотелось встретить здесь друзей, Которых бы объединял с нею Интерес к литературе И особенно к поэзии. Но не так просто бывает найти свою среду. Еще в Уральске у меня были попытки найти для Леночки Какой-нибудь кружок по литературе Или русскому языку. В то время ей было 12. Она уже два года писала стихи. И развитию этого увлечения Требовалась квалифицированная, опытная поддержка. Себя знатоком в этой области я не видела. Мне нравилась моя специальность юриста. А ребенку своему помочь хотелось. Но во дворце культуры, расположенном поблизости, Были кружки танцевальные, драматические, вокальные и другие. А вот литературного, лингвистического, А уж тем более, Поэтического кружка не было. Поэтому я и не мечтала, Что в незнакомом для нас городе Может оказаться Такой остров поэзии, Где возможны именно поэтические встречи. Лена моя жила, конечно, в другом измерении. И еще там в Уральске писала «Я верю в чудо, а чудо верит в меня». Видимо, чудо услышало ее и случилось. Вот. И Леночку. Первое ее выступление было Учителя приглашали ее в школы, Где она читала стихи свои. Учителя, которые приходили к Андрюше На индивидуальное обучение. И однажды на встрече с инвалидами Леночка познакомилась С молодой, вернее, Со старшеклассницей-школьницей Людмилой Потопчук. И та сказала, Что в Ульяновске Есть клуб поэтов. У Лены глаза загорелись так, Что прямо сейчас вечером Давайте вот ее срочно туда везем. Но Людмила сказала, Что я спрошу у Елены Викторовны Кувшинниковой. Она руководит городским клубом поэтов. И если разрешат, Тогда ты приедешь. Когда Людочка обратилась к Елене Викторовне, Елена Викторовна Пришла к нам домой, Послушала обоих девочек, И Люду, и Леночку. А Люда разучила песни, Которые еще в Уральске написал Уральский композитор Владимир Птицын. И тогда Елена Викторовна Предложила девочкам Составить композицию Со стихами и песнями. И это было первое выступление Елены в городском клубе поэтов. С этого дня наш дом Наводнился ульяновскими поэтами, Писателями. Каждый день приходили какие-то люди. Каждый день. Но дом у нас был открыт. К тому времени С мужем мы разошлись. И мне помогала моя мама. И мы стали Принимать гостей. Люди приходили, Читали друг другу стихи. И Леночка была счастлива, Потому что она опять была В центре внимания. И мы даже не ожидали Такому чуду. И чудо в ее жизни вершилось. Литературно-музыкальный салон Начал действовать у нас уже С осени, с ноября 1996 года. И в следующем году будет 25 лет, Как мы его ведем. Я, наверное, спою песню На стихи Риммы Казаковой. Добрые люди, На свете все бывает, В наших окошках То света, то темно. Песни не любят, Когда их забывают. Сердце не любит, Когда оно одно. Песни не любят, Когда их забывают. Сердце не любит, Когда оно одно. Добрые люди, Никто нас не остудит. И не захлопнуть Распахнутых дверей. Добрыми будем, Тогда и выйдем, люди. Добрыми будем, И будет жизнь добрей. Добрыми будем, Тогда и выйдем, люди. Добрыми будем, И будет жизнь добрей. Однажды на литературном салоне Костя Грингут, Один из наших гостей, Предложил всем гостям Написать маленький экспромт. Я не собиралась ничего писать, Потому что у меня литератор Леночка. Леночка у меня поэт, И мне достаточно вот этих Хозяйственно-бытовых вопросов. У меня даже Почитать книгу нет времени. Леночка мне говорит, Ну а что ты? Ну сделай все дела, Да почитай. А их не переделаешь все дела. Вот. И когда я их делаю-делаю, Я уже падаю от усталости, Уже у меня глаза слепаются. Я не знала, что такое, Может быть, бессонница, Когда ты падаешь и спишь. И все. Больше тебе ничего не надо. Вот. И я, понимая, что я не могу отказаться, Потому что пишут все. И если я буду отказываться, То есть я буду отделяться от всех. Вот. И я говорю, ну ладно, Давай напишем, что напишем. И я написала такой маленький экспромт. Конфетка. Хорошо быть конфеткой. Сладкая жизнь. А так ли уж она сладка, Скажете вы. Кто-то любит шоколад, Мармелад, карамель, Всевозможные орешки и изюминки в шоколаде. Кому-то нравится зефир, А кому-то леденцы. У нас конфеток тоже есть своя иерархия, Свои качества. Кто твердый, кто мягкий, А кто вот и во рту тает. Некоторые люди совершенно не могут без сладкого, А другие абсолютно его не переносят. Мне не дано выбирать, Любить или не любить сладкое, Поскольку сладость – моя природа. Мне нравится сверкать и шуршать блестящей обложкой, Или упаковываться в красивую, Уютную коробку. Но я знаю, Что ценность моя не зависит от внешнего оформления. Только тот, кто возьмет меня в рот, Сможет оценить меня. Мне нравится таять, Разливая по рту аромат И вызывать истинное наслаждение. Ведь доставлять удовольствие – Это самое большое счастье, Особенно, если я попадаю тем, Кому в жизни совсем не сладко. Тогда я так радуюсь, Что я, конфетка, Могу утешить их хотя бы на краткий миг, Доставить хотя бы маленькую радость. Все мне захлопали. Я порадовалась, Что я вот как-то написала. Ну, я себя не оцениваю. Но подумала, что, Ну что, ладно, хорошо. Тогда и я дальше буду участвовать. В завершение своего выступления Мне хочется еще одну книгу сказать, Назвать. Когда-то на 10 лет моего дня рождения Сестренка подарила мне книгу «Волжанка. Добрым людям, Людям добрым служанка». Мы тогда жили в Уральске, И я еще подумала, А зачем нам, Волжанка? Мы же не на Волге живем, Мы же в Уральске, Если бы Уралочка была. Но судьба знает, Кому, когда и где служить людям. В первую очередь, конечно, Я служила своим детям. Но вместе с этим, И обучаясь в аспирантуре, И у меня была тема Социальная работа Как явление современной общественной жизни. И литературный салон, Который мы вот уже проводим много лет, И к нам приходят люди, Понимая, что Что всем вместе Легче переживать любые трудности. Они поддерживали Леночку, И им было также с нами уютно. И вот, и социальная работа, И творчество, И поэзия Леночкина, И вот ее окружение, Дружба, Все это нам помогло Преодолеть все наши трудности. И оставили глубокий след В наших душах. Крылья твои, золото и медь, Бабочка моя, моя душа, краса, Отчего ты можешь улететь В тене пространство, в небеса? Что тебе в подарок предложить? Облако таланта, солнце дня. Бабочка, мне так хотелось жить, Что ж ты вылетаешь из меня? Бабочку стараюсь я поймать, Чтоб вдохнуть в нее свою любовь. Так еще ребенка просит мать, Дай тебя укрою от ветров, Что ж ты, обезвучивая жизнь, Утомлением вылетом глуша. Жду тебя, прошу тебя, вернись, Бабочка моя, моя душа. От всей души благодарим За участие в программе Любовь Константиновну Токарчук. За эту встречу и за сотрудничество С журналом «Симбирск». Всего доброго, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok